И вновь разошлись в оценках. Депутаты Сургутской думы отказались принимать изменения в действующее концессионное соглашение по строительству школы. Справками в парламент вышли сотрудники администрации города. Что стало камнем преткновения и может ли отрицательное решение повлиять на сроки открытия образовательного учреждения, выяснял Дмитрий Круковец. Вопрос внесения изменений в концессионное соглашение в части увеличения сроков на проектирование, прохождение госэкспертизы и оценку достоверной сметной стоимости депутаты и чиновники уже обсуждали. В октябре вопрос отправили на доработку. Стороны не смогли решить, нарушат ли поправки существенные условия договора и требуется ли согласование на это с федеральной антимонопольной службой. И вот настало время вновь обсудить момент в Думе Сургута. Только федеральный закон устанавливает существенные условия. При этом данные нормы согласуются с нормами гражданского кодекса о том, что все-таки существенными условиями является окончательный срок исполнения обязательств, то есть срок консессионного соглашения 8 лет, он и не изменится, а также существенными условиями являются именно обязательства. Консессионное соглашение должно включать в себя следующее существенное условие. Обязательства консессионера по соблюдению сроков его создания и реконструкции к ним относятся в том числе, кроме общего срока по созданию 36 месяцев, в том числе и получение положительного результата экспертизы, получение разрешения на строительство, проведение работ до нулевого цикла и проведение работ после нулевого цикла. Потому в Думе и полагают, что изменение даже промежуточных сроков, прописанных в документе, влечет за собой значимость корректировок. Следовательно, нуждается в согласовании с ФАС. В мэрии, напротив, настаивают. В законе четко прописаны существенные условия. Это общий срок соглашения и обязательства консессионера по строительству в соответствии с указанными в документах датами. И эти пункты, по сообщению чиновников, не меняются. Это хорошо, что консессионер, я считаю, он не отказывается, а он реализует консессионное соглашение, территориально находясь в Москве, и прокировщики тоже находятся в территориальной Москве. Из этого было достаточно сложно приезжать, так и были едины заодначительные меры. Этот консессионер решил продолжать реализовывать консессионное соглашение, несмотря на то, что первое финансовое средство он получит только после прохождения государственной экспертизы. То есть он даже себе продлил срок получения денежных средств и сейчас реализует за счет собственных финансовых источников. Не предписывают согласовывать в таком виде поправки и городской документ, которым руководствуются депутаты. Перед заключением первой консессии в сургутском регламенте указали, что существенными являются все изменения сроков реализации инвестсоглашения. А зачем написали? Ну написали так. Это существенные условия. И каким образом на сегодняшний момент никто из нас не сможет определить, существенные это либо несущественные, кроме антимонопольных условий. Почему прописали эти сроки в существенных условиях содержания существенных? Это написано в документе. Это не придумано. Это не комментарий. Это в документе. Этот документ опубликован на официальном сайте. Он как бы не подлежит двойному чтению, прочтению. Депутаты по просьбе председателя прервались на несколько минут, чтобы перед голосованием еще раз вникнуть во все тонкости, повторно изучив документы. Отклонить данный проект решения ввиду отсутствия согласования с антимонопольным. Кто за это решение? За отклонение. Прошу проголосовать. За 13 против 6 воздержалось 2. Отклоненные корректировки, по мнению народных избранников, не должны повлиять на окончание сроков строительства школы в 30-м А микрорайоне. Дума Сургута совместно с администрацией сейчас разрабатывают новый документ, который изменит процедуру согласования. Дмитрий Круковец, Александр Бабаев, Сургут, Интерновости.